В республике объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильное похолодание. В ближайшие дни температура воздуха может упасть до минус 18. Насколько готовы к холодам наши коммунальщики и спасатели, выясняла Ирина Руснак. Резкое похолодание синоптики обещают с завтрашнего дня. Впрочем, мороз на улице вполне был ощутим уже сегодня. Коммунальщики постоянно следят за прогнозами. Тепловики еще с 10 числа на котельных начали постепенно повышать температуру. Неделю назад температура была до похолодания 65-66 градусов, то сейчас мы держим 75-76 градусов. То есть подняли на 10 градусов, согласно нормам. Плюс 20, да, это угловые квартиры и плюс 18 в центре. Батареи в квартирах сейчас горячие, теплосетях просят всех быть аккуратней, чтобы не обжечься. Тепловики проверили и теплоизоляцию на всех трубах. Там, где есть повреждения, сейчас устраняют. Утеплить внутридомовые сети поручили всем управляющим компаниям, чтобы трубы на чердаках и в подвалах не замерзли. Все подразделения переведены на дежурный режим работы в круглосуточном режиме. Техника сейчас у нас расположена, находится в теплых боксах, поэтому в случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций, любое подразделение будет выполнять аварийные работы в кратчайшие сроки. Мы готовы полностью, материалом обеспечены, техникой. На усиленный режим в морозы переходят и спасатели. Уже работают стационарные пункты обогрева по всей республике. Прийти туда, переждать мороз и погреться может любой человек. Адреса всех пунктов есть на сайте МВД. Если нужно, спасатели могут и доставить в пункт обогрева. Граждане, которым нужна помощь, они могут обратиться по телефону 101-102 и запросить, либо узнать, куда можно обратиться, либо попросить помощи, чтобы, может быть, им нужна какая-то помощь, и подвести их к этому пункту, если им тяжело. В морозы спасатели развозят дрова пожилым, одиноким людям, которые живут в частных домах, многодетным семьям и тем, кому некому помочь. И напоминают, печи нельзя перегревать, иначе случится пожар. Кроме холода, еще одна опасность морозов – тонкий лед. Могут замерзнуть водоемы. Все опасные участки спасатели будут патрулировать. Еще для кого морозные дни могут выдаться напряженными – это водители. Если машина припаркована на улице, завестись утром может оказаться проблемой. Опытные водители в этом случае дают простой совет – выйти из дома на полчаса раньше, чтобы было время прогреть автомобиль. Лишний раз убедиться, то есть сделать ежедневный технический осмотр транспортного средства, то есть колеса на месте, уровень жидкостей, охлаждающий, незамерзающий, желательно залить уже в бачок стеклоомывателя. Завести машину, прогреть ее хорошо, прогреть салон, сесть и спокойно, комфортно ехать. Еще совет – проверить аккумуляторы и подзарядить. Чтобы сохранить тепло двигателя, можно еще закрыть моторный отсек специальным одеялом. Вот еще один лайфхак. Силиконовая смазка. Вот она. После того, как вы помыли автомобиль, часто ноги забывают. Либо остается вот здесь конденсат после мойки, тепло-холод. Чтобы вы при открытии утром не оторвали резинку и дверь, просто обработайте и протрите потом тряпку. В машину, особенно если едете далеко, лучше положить одеяло, теплые вещи и канистру с топливом. Если заглохли на трассе, лучше сразу звонить спасателям. Дальше включаем аварийку, а на зеркало или на дверь повесьте сигнальную жилетку. Так другие водители смогут понять, что вам нужна помощь.